Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада видеть вас на своем канале. Сейчас самая середина июля, вторая половина лета началась, ну а я возвращаюсь к своей вышивальной игре. Такие стандартно летние вышивальные раунды меня ждут впереди, я этого, конечно, очень-очень жду. И сейчас перед вами такой натюрморт из процессов, из разных конвертиков. Давайте же посмотрим, что здесь есть и, собственно, к чему это. Во-первых, вы видите перед собой четыре работы. Собственно, вот их превью, немножко тут уехал, убежал из кадра домик от Жар-птицы. Четыре процесса, которые сейчас у меня находятся в игре. Я надеюсь, что вы посмотрели предыдущие видео, порадовались за финиши и продвижения, которые мне удалось сделать в поездке. И, что называется, оставшиеся игроки, да, кому-то вообще я внимания не уделила. Кого-то, как, например, птичку от Элен я достаточно хорошо продвинула, но, тем не менее, до финиша еще там нужно постараться дойти. Поэтому пока она также в игре остается. Значит, Санта, английский сэмплер, домик Жар-птицы и птичка от Элен. Вот такие четыре работы, краешком, что ли, я чтобы не очень бликовала. Такие четыре работы у меня сейчас есть в моей летней вышивальной игре. Но этого, конечно же, мало. Это мало для разнообразия заданий. Мне все время хочется больше. Ну и вам тоже, я думаю, интересно смотреть, когда больший выбор есть. И, конечно же, нам с подругой тоже интересно играть, когда процессов побольше. Поэтому я предупреждена о том, что у меня есть некое такое предварительное задание. Собственно, это причина того, что я начинаю съемку здесь, пока я нахожусь дома. Я думаю, что вы по антуражу съемочному уже всегда можете рассказать, где и откуда я снимаю. Так вот, у меня такая сейчас предварительная съемка, потому что мне нужно добавить новые процессы в игру. Я знаю несколько характеристик, да, несколько моментов. Я знаю, что работ будет точно больше, чем одна добавится. Они будут разные, из разных серий, разных не знаю чего, как там подруга выбирала. И я предполагаю, я этого не знаю. Но я подумала, что, наверное, они все будут не очень большими. Ну, по крайней мере, может быть, с маленькими, либо средними, потому что, ну, брать, включать в игру большой процесс, а потом его откладывать из-за того, что он требует вышивки на раме, мне неудобно его с собой возить, это будет как-то нелогично. Поэтому я подозреваю, что сейчас нас с вами ждет открытие, да, нет, не открытие, как это сказать-то. Ну, в общем, мы с вами добавляем новые процессы в игру. Давайте на такой фразе и остановимся. Я получила задание, это также в зашифрованном виде. Мне тоже не терпится вместе с вами, наконец-то, сейчас на него посмотреть. Понятное дело, что всех материалов под рукой у меня прямо сейчас нет. И чтобы их вам продемонстрировать, мне нужно будет прерваться. Но я надеюсь, что, по крайней мере, превью мы с вами сможем выбрать, что называется, ну, фактически в прямом эфире. Поэтому я подготовила, значит, у меня есть конверт с французскими стартами. У меня есть конверт с начатыми процессами и немножко за кадром, потому что не самая фотогеничная получается стопочка. У меня есть вот такая огромная стопка всех превью, всех-всех-всех работ, которые у меня есть. Работы, схемы набора, в общем, все, что это все потенциальные старты. Конечно же, в этой стопочке рыться, да, как это сказать-то, перебирать ее будет не очень быстро и легко. Но я думаю, что у нас с вами все получится. Давайте же уже скорее завершать все эти вступительные слова и узнавать, какие процессы будут в игре. Да, и задание потом я тоже, у меня оно уже есть, и мы его с вами тоже откроем. Мы узнаем, что же я начну вышивать, когда приеду на дачу. Итак, читаем первое. Добавить в игру. Утренний туман от Овна, Ангела из последних апрельских стартов, Томаты от Вероник и Шотландский вереск от Риолис. О, прикольно. Смотрите, действительно, вообще есть все. Так, утренний туман. Это начатое. Это начатое. Где мой утренний туман? Мы же с вами его тоже вышивали, любовались. Думали, когда же он... Вот, 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 вот. Утренний туман. Так, это, возможно, даже прям работа есть где-то рядышком. Ангела, Ангела, Ангела от Лори. Прекрасно. Я очень рада, что он тоже будет в игре. Замечательный легкий процесс в отшиве. Ну и, кстати, по-моему, не сильно там много. Там до конца. Три восемьсот, а в Овне... О, Овен побольше. Десять с половиной. Да, эта работа достаточно немаленькая. Так, томаты от Вероник. Это новый французский старт. Прекрасно. Это будет прекрасно. Интересно, я писала. Я не писала. Не знаю, сколько там всего, но посмотрим. И шотландский вереск от Риолис. Так, это мне сейчас нужно будет перебирать. Перебирать и искать превью. Так. Ой, сейчас разъедемся. Так. Ромашки. Вот. Вот он, шотландский вереск от Риолис. У меня из этой серии единственное, чего нет, это рапса. Еще не куплен набор. Потрясающе. Сколько бы не вышивались эти цветы. Да, вот лаванда, вереск, ромашки мы с вами видели и рапс. Они прекрасны. Наглядеться на них невозможно. Так. Ну что, замечательно. Мы, по-моему, достаточно быстро с вами справились с заданием. Давайте сейчас... Давайте я сейчас прервусь. Или не прервусь? Да нет. Давайте так. Я думала нести вот это все. Все, что я сейчас выбрала или не нести. Показывать или не показывать. Давайте так. Я это просто все с собой, естественно, возьму, приготовлю. Подготовлю. Здесь набор я вышиваю ровно так, как он есть. Здесь на основе аиды там рустикальные ниточки в наборе. Все прекрасно. Томаты у меня тоже давно подготовлены, но, соответственно, овен и ангел тоже начаты. Мы не будем сейчас с вами задерживаться на том, чтобы про каждую работу опять посмотреть, да, на материалы подробно поговорить. Я это буду делать тогда, когда у меня будет попадать, выпадать первое задание по какой-то из этих четырех работ. Вот тогда мы с вами все подробно повспоминаем. А то, мне кажется, очень много времени сейчас потратим, если будем отдельно про каждую работу говорить. Так что давайте скорее-скорее уже приступать к выбору задания. Значит, раз, два, три, четыре. И здесь раз, два, три, четыре. Вот они, восемь новых игроков. Как у тебя все так... О, вот так, отлично. Ну, примерно видно. Примерно видно. О, не терпится узнать. Скорее, кто же там будет? Задание тоже длинное. Так, интересно. Выполнить задание на процессе из добавленных, в котором наименьшее количество цветов нитей... О, как! Так, из добавленных, значит, у нас играют вот эти четыре. Наименьшее количество цветов нитей. Так, а у меня, по-моему, нету вереска в саге. По крайней мере, я его еще не добавляла в сагу. Давайте я его сейчас найду. И тогда мы с вами уже точно сможем узнать, какое количество цветов, цветов нитей, видите? Ну, тут особо блендов, наверное, не так уж где-то. Хотя, мало ли, что там у нас в риоли сегодня, я, конечно, так наизусть не помню. Значит, делаем небольшой перерыв. Я найду все схемы, и мы узнаем с вами, сколько где цветов. И, соответственно, какой из процессов мне предстоит вышивать. Итак, я загрузила все схемы себе в сагу, ну, собственно, все, только вереск, да, который у меня не был загружен. И давайте проверять, сколько же там везде цветов. И как раз с вереска и начнем. 26. 26 цветов это вереск. По крайней мере, по перенабору. Будем надеяться, что он соответствует действительности. Дальше у меня по списку, да, идет овен. Так, там был 26. О, овен 28. Значит, пока у нас лидирует вереск, мне почему-то кажется, что будут, кстати, интересно, томаты либо ангел. Кажется, в томатах меньше всего. Ну, давайте, следующий идет ангел. Так, ангел 22. Вот, пока здесь меньше всего 22 цвета. И в томатах от Вероник там 20. Ну, смотрите, кстати, все не так уж далеко друг от дружки ушли. Да, 28, 26, 22 и 20. Таким образом побеждают томаты. Ну, что же, нас с вами ждет новый старт. Ну, что ж, друзья, за две недели моего отсутствия так много всего в саду изменилось. Меня тут, знаете, встретили настоящие джунгли. Просто заросли какие-то невероятные, потому что было очень тепло. Одновременно очень много дождей, влажно. Ну, в общем, я не ожидала, как у меня все здесь разрослось и заросло, честно говоря. Вот, поэтому не смогла показать вам все свои цветники, что называется, сразу сходу. Ну, просто невозможно было, потому что на них смотреть. Это были действительно самые настоящие джунгли. Но вот сейчас немножко привела все в порядок, почистила, убрала цветоносы у хосты. Тут, знаете, огромные-огромные такие выселись вот эти стрелы уже. К сожалению, я пропустила самую, наверное, их красоту. Они уже облетали, уже не очень красиво это все смотрелось. Так что пообрезала. Ну, вот остались еще остильбы. Хотя один куст, видите, розовый я левый тоже уже достаточно сильно обстригла. Оставила только самые такие, ну, хотя бы чуть-чуть розоватые метелочки. Ну, вот этот на самом деле тоже надо уже обстригать, потому что вот они начинают сереть. Я знаю, что кто-то оставляет. То есть кому-то так же, как и гортензии, вот такие буроватые, когда они сероватые становятся, нравятся. И они их оставляют. Мне не очень нравятся такие серые метелки, поэтому я обычно обрезаю. Сейчас вот как раз тот самый момент, когда и срезать совсем не хочется, потому что мне нравится, когда цветник не просто зеленый. Да, есть какие-то такие цветовые яркие акценты, но с другой стороны уже идет вот этот период отцветания. И не очень это все симпатично смотрится. Но, конечно же, разрослось все. Вот просто посмотрите, до невероятных каких-то размеров. Если вы помните, как мы смотрели с вами на этот цветник весной, когда все было, ну, считайте, чисто земля. И где-то там еле-еле, едва пробивались какие-то зеленые листочки. А здесь вот уже просто земли не видно, буйство этих листьев. Очень хорошо цветут гейхеры обе в этом году. Просто невероятно красиво. Я буквально по несколько свечек, ну, цветоносов вот этих убрала. Там самых таких, которые уже сильно, ну, было видно, что, в общем, отцвели уже, было некрасиво. Остальное, вот посмотрите, и там тоже свечки. Очень-очень это все красиво. Но цветы постепенно уходят, да, остаются одни вот эти зеленые кусты. Обязательно буду рассаживать. Я, по-моему, уже с вами говорила, что может быть, нужно, нужно. Уже не может быть, а 100%. И основную хост, и вполне возможно, две вот эти остильбы, потому что за ними же у меня вот здесь беленькие есть. Конечно, пока маленькие кусты, они всего второй год цветут, но немножко незаметно как-то. То есть они слишком маленькие на фоне вот этих розовых. Возможно, розовые тоже нужно хотя бы располовинить. Белые хосточки. Вот, кстати, скажите, кто хостами увлекается? У меня вот каждый год так. Она же такая белая, да, то есть листочек с белым окрасом. Но почему-то под конец сезона вот самые молодые листочки, которые выходят, они все уже зеленые. С редкими-редкими вот какими-то такими белесыми полосочками. То есть вот то, что было, посмотрите, то, что росло как бы самые первые, да, листики, вот они какие, белый-зеленый, яркий. А то, что постепенно потом новое выходит из центра, оно все зеленее и зеленее. Очень интересно, что это такое каждый год. Каждый год их под конец кто-то ест. То ли ест, то ли солнышко выгорает. Ну да ладно, в общем и целом я, конечно, цветником очень довольна. Но сейчас расскажу вам, знаете, как и вышивки тоже, я не считаю нужным там прятать и какие-то неудачи какие-то замалчивать. Потому что, ну что, тут не конкурс, да, я не собираюсь участвовать в каком-то, не знаю, смотре лучших цветников. Я только всему этому учусь и делюсь с вами. Вдруг кому-то, знаете ли, пригодится, и кто-то не сделает таких же потом ошибок, как у меня. Поэтому расскажу вам про цветок, вот этот желтенький, который сейчас показываю, который меня расстроил. Ну тут, конечно, наверное, не в растении дело. Оно ведь такое, какое оно есть, да, просто он немножко не совпал с моими ожиданиями, да. Он не оправдал мои ожидания. В общем, этот цветок называется Энотера ночная свеча. Я его выращивала из семян, и это второй год. То есть в прошлом году я посадила рассаду, у меня были небольшие такие зеленые кустики. Я не помню, даже мы с вами смотрели на них или не смотрели, но они не цвели. Я подумала, ну как обычно у меня бывает, думаю, ладно, то, что из семян вырастает, обычно первый год выращиваюсь. То, что из семян выращиваю я сама, обычно в первый год, ну, редко что-то из себя прям такое представляет. Но растение многолетнее, значит, на следующий год оно уже как бы разойдется и покажет себя в полную силу. Ну, в общем-то, здесь так и произошло. Вопрос только в том, что эта полная сила растения, да, оказалась не совсем то, что я себе представляла. Ну, во-первых, вот это одно растение. Вот у меня остался один кустик здесь, и вон там желтые цветочки, видите, это тоже одно растение. То есть это вот из одного корня вырос такой огромный, у меня было больше, я их просто все поубирала. Вот такой огромный куст, раскидистый, очень, вот я пропустила тот момент, когда эти все растения резко пошли в рост, меня здесь не было, им нужно было ставить опоры, потому что, видите, он очень сильно заваливается. Ну, прям, я думаю, что вам это видно, он практически лежит у меня на тех растениях, которые находятся перед ним. И, к сожалению, сейчас это уже никак не исправить, потому что стебель оказался очень хрусткий, сочный. Он похож, знаете, немножко на стебель сельдерея. То есть вы понимаете, что сельдерей согнуть невозможно, только начинается гнуть, он сразу ломается. У меня было несколько, вот даже несколько, а много я вот так вот сажала. Я не помню, честно говоря, может быть, я вам как-то показывала, но я сажала вот эту инотеру вдоль, вот так вот рядочком. Думаю, он мне будет такой вот фон загораживать вот эти вот сваи, которые пока ничем не прикрыты. Думаю, пусть, чтобы я могла цветник свой красиво показывать, пусть у меня эти сваи будут вот такой зеленью прикрыты. Но, значит, вся вот эта красота у меня сюда на остильбе на моей завалилась, пионы там тоже подмяли. Я в какой-то момент решила их, значит, я поставлю сейчас опорой. Вот так вот рукой, знаете, руку подсунула, раз, вот так их вертикально им придаю вертикально на положение, и слышу такой хрязь, хрязь, хрязь. В общем, прямо у корня все они пообламывались. То есть уже нужно опоры ставить сразу, как только это растение растет, чтобы оно сохраняло свою вертикаль. Потом уже с ним ничего не сделаешь. Вот, но это как бы один момент, который можно, что называется, учесть на будущее. Да, поставить опорой, подвязать, и все было бы хорошо, но я, наверное, все-таки буду избавляться от этих цветов. Либо, я не знаю, пересажу их куда-нибудь, даже не знаю куда, потому что они, к сожалению, совершенно не оправдали моих надежд относительно самих цветочков. В чем прелесть этого растения, почему я его сажала? Оно называется ночная свеча, и вот эти вот красивые желтые цветочки распускаются не ночью, но поздно-поздно вечером. То есть часов в 10, в 9, 10, в 11, в зависимости от того, насколько пасмурно на улице, распускается вот такой вот желтый цветочек. Открывается, вот вы видите, у него вот эти вот свечки, их много-много-много. Вот, он открытый в полной своей красоте именно в ночи. Видите, сейчас они уже такие слегка подзакрытые, потому что уже середина дня практически. Вот, и я когда слушала, ну я думаю, что это моя была ошибка, я просто не очень внимательно послушала и посмотрела информацию об этом растении. Я предполагала, что эти цветочки на ночь открываются, утром закрываются, стоят какими-нибудь аккуратными, такими, знаете, вот прикрытыми желтенькими колокольчиками. Опять ночь пришла или там стало пасмурно, они открылись, закрылись. В общем, вы меня поняли, да, как, допустим, сухоцветы я вот акроклином тоже посадила. Сейчас был дождик, они закрылись, дождик пройдет, солнышко выйдет, они опять откроются. То есть один и тот же цветочек туда-сюда, он, кстати, кто-то, по-моему, залез, да, пушистик, нектар собирает, пока мы тут с вами болтаем. Куда-нибудь сядь, я тебя покажу, ну вот. Ну, в общем, я думала, что цветочек ведет себя именно таким образом, но не тут-то было. На самом деле эти цветы, так же, как и у лилейника, живут всего сутки, то есть сами цветочки, да. Вот вечером раскрылось, то есть то, что я вам сейчас показываю, вот этот вот цветочек, где у нас сейчас собирает нектар пушистик, летающий, это то, что раскрылось этой ночью. Вот они сейчас день в таком виде постоят, и к вечеру они станут вот такими. Я специально сейчас не стала убирать вот этот вот ряд, видите, таких пожурших. Да, конечно, у нас прошел дождик, и они немножко еще подмокли, но на самом деле, даже когда нет дождя, очень быстро, вот буквально меньше, чем за сутки, то есть вот это прошлая ночь. Прошлой ночью это все было вот такое красивое. Меньше, чем за сутки, они становятся вот такими, и потом уже все окончательно отмирают. То есть этой ночью вот эти откроются, следующей ночью вот эти, вот эти, вот эти. Видите, много бутончиков, они вот так постепенно будут открываться. И получается, что чтобы это растение было красивым, ну, по сути, каждую ночь, когда раскрываются свежие, а еще лучше, вот хотя бы в середине дня, как только вот, ну, ладно, не в середине, чуть позже, в общем, как только вот эти цветы перестанут выглядеть презентабельно, нужно ходить и все вот это собирать. Видите, сколько? Вот я не собрала, сколько их тут висит. Вот это все каждый день, все-все-все, вот смотрите, тут целый ряд уже завядших, вот ночью вчера буквально один открылся. Вот один красивый, а вот это вот все что? И вот там, и там, да, то есть это не в лилейниках тоже нужно собирать отсветшие цветы, но у меня их пока очень мало, и там буквально убрать два бутона трудно не составляет. А вот здесь, чтобы это растение именно украшало собой цветник, приходится вот очень-очень много времени ему уделять вручную, обирая, собирая все эти увядшие бутоны. Очень и очень неудачный получился выбор. К тому же вот это все падает, да, если не успеешь убрать, вот это вот падает, ну, в общем, тоже валяется, и красоты на клумбе мало. Хотя вот самые красивые же, красивые цветочки, очень вроде бы интересные такие, даже можно было простить им то, что они так сильно заваливаются, опять же, просто вовремя поставить опору, и все будет хорошо. Но вот это вот меня совершенно не устраивает. То есть сейчас, о, это тоже сразу упало. В общем, все вот это, что-то падает само, что-то потом надо обрезать, убирать. Ну, в общем, так, и вот остаются, видите, вот они такие пенечки, это вот все отсветшие цветы. То есть цвести он тоже будет долго, цветов много, но... Ну, в общем, вот так. Не самый удачный у меня получился эксперимент. Повторю, растение называется энотера. Может быть, пересажу куда-нибудь на задворке, дам ему еще какой-нибудь шанс. Но вот так вот на основном цветнике, увы, нет. Задание я выполнила, готова показать вам свои результаты, а также рассказать немножко подробнее про этот процесс. Ну, на премью, я думаю, что мы с вами уже достаточно посмотрели. Известный, по-моему, известный сюжет. Я видела несколько отшивов на разных основах. В книге он представлен на белый. Я для себя выбрала лен, стандартный 52-й оттенок. И это кашель, я решила не мельчить. Не знаю, честно говоря, прямо 100%, куда и как я эту работу оформлю. Но выбрала я для нее квадратный отрез. Поэтому вряд ли я собиралась сделать шоппер. Хотя почему-то я, мне кажется, об этом думала. Но раз отрез квадратный, значит, это будет явно не шоппер, а что-нибудь другое. Но с большой долей вероятности, я думаю, совершенно точно, это будет именно прикладное какое-то оформление. Потому что на стену, нет, ботанику я буду точно вешать на стену. А эта работа, не знаю, почему-то она больше всего видится мне именно в прикладном варианте. Но это мы как-то с вами так лихо вообще, конечно, перепрыгнула к оформлению. Работа только-только начата. Но тем не менее. Значит, еще что такого по схеме могу сказать. Размер 106х130 крестиков у меня на кашеле. Это в итоге будет 19х23,5 см. Приблизительно такие размеры. Я выбрала, как всегда, правый нижний угол для вышивки. Видите, выполнила вот этот отдельный элемент с маленькими томатами. Вышила его почти полностью. Вернее, как в крестиках и полукрестиках я сделала все. И мой результат 1200 с каким-то еще хвостиком. Сейчас точно вам скажу. 1272,5 крестика. У меня остался невыполненным в этой части только бэкстич. Но его здесь достаточно будет много. Больше 300 крестиков. И я просто поняла, что достаточно. Я уже с этим процессом провела времени. Пока для первого этапа достаточно. Дашью бэк тогда уже в другой раз. Когда выпадет мне этот процесс в каком-то другом задании. И так у меня уже получилось. На самом деле чуть больше 20%. То есть, вот эти 1,5 части работы уже выполнена. Ну, не обошлось, конечно же, без... Не знаю, знаете, как... Мои любимые грабли, когда дело касается Вероник. Я очень часто забываю про то, что... Нет, нет, да где-то у нее проскакивает вышивка в одну нить в схеме. И здесь она тоже есть. Самый светлый синий оттенок, который вот здесь идет по... Ну, не совсем по кону, но внутри вот этого контура, да, вокруг помидорок. Он должен быть выполнен в одну ниточку. Тут два оттенка синих. Один потемнее, другой посветлее. Может быть, это не так сильно заметно на камере. Но, тем не менее, вживую разница достаточно хорошо видна. Так вот, именно светлые нитки, светлый оттенок, он должен был быть вышит в одну ниточку. Я об этом помнила. Помнила всю дорогу. Почему всю дорогу? Потому что я вышиваю при возможности от меньшего к большему по цветам. И здесь как раз больше всего получалось стежков. То есть этим светло-синим цветом я завершала. И знаете, как мантра такая. В одну нить, в одну нить. Вот чем ближе я подходила к этому цвету, тем чаще я себе напоминала, что это должно было быть вышито. Да, нужно было вышивать именно одной ниточкой. Ну, чтобы вы думали. Конечно же, я вспомнила об этом ровно в тот момент, когда закрепляла нитку, уже сделав последний стежок, последний полукрестик. Вот здесь вот с левой стороны. Я такая довольная. Все. Я уже знала, что бэкстич я отложу на другой раз. Думаю, все. Сейчас отчитаюсь. Получу следующее задание. Такая, значит, довольная. И вот ровно в момент, когда я выполняю закрепку, я понимаю, что о нитке-то у меня в итоге оказалось две. Ну, в общем, как всегда. Тем не менее, я не стала ничего исправлять, потому что на самом деле смотрится очень хорошо. Я достаточно так лояльно и спокойно отношусь к каким-то ошибкам или, не знаю, изменениям в схеме, если это не несет. Ну, я не знаю, если это не выглядит, как совершенно какая-то невероятная, неуместная что-то, да, такая ошибка, которая прям бросается в глаза. Нет, здесь, конечно, такого нет. Фон и фон. Фоновые крестики, кто бы знал, да, если бы я вам не сказала, я думаю, вы бы совершенно никакого внимания не обратили на то в одну или в две нити у меня вышивка. Вот, так что не без сюрпризов, но, тем не менее, с заданием я справилась. И, кстати, у меня абсолютно полностью закончился вот ровно в последний полукрестик мне хватило, ну, закрепку, естественно, тоже. И этого цвета ниточки у меня на органайзере просто больше нет, поэтому даже перешивать у меня варианта никакого не было. Идем дальше, да, оставляем помидорки вышитыми, такими, какие они сейчас есть. И я беру второе задание. Давайте же узнаем, что я буду в этот раз вышивать. Старт замечательный, я очень довольна. Да, как всегда, Вероник прекрасно, схемы легкие, приятные в отшиве. Ну, вот все замечательно, еще бы, если бы я вспоминала, как правильно вышивать. Английский сэмплер, отлично. Прекрасное задание, с учетом того, что он у меня очень-очень редко как-то... Да даже не то, чтобы он редко выпадает. Я, наверное, редко его выбираю, даже если получается какое-то задание, где он вроде бы подходит, но почему-то все время как-то рука к нему не особо тянется. Собственно, я знаю почему. Потому что размер, большой размер, и всегда думается, вот, пока я там это вышью, чуть-чуть то, что я вышью, это будет незаметно. А в другом каком-то процессе можно, знаете, как раз и сразу там, вот что, вот раз и 20% работы. Где же мне 20% за один подход сделать на английском сэмплере? Такого, конечно же, нет, поэтому хорошо, здорово и хорошо, что ему такое конкретное задание досталось. Так, вот он мой красавчик. Я думаю, что вы его тоже все уже помните. Я работаю в правой части, да, в правой части, над вот этой цветной ленточкой, полосочкой. Сейчас мы как-то... Вот, вот так я расположусь. Вот, и помню, да, что в прошлый раз здесь у меня такой один одинокий листик. Ну, как раз, значит, этот цветочек и продолжу вышивать, да, вот этот элемент у меня уже есть. Вот, все правильно, у меня, получается, нету самого цветка, вот это вот метелочки и птички. А вот давайте-ка и посмотрим, все это вместе, сколько будет. Хотя, если честно, мне кажется, что будет все вместе многовато, потому что... Потому что я помню, что что-то около тысячи занимал один только цветок, или это он с горшком занимал тысячу. Так, я открыла сагу. Во-первых, я вам ничего не сказала, да, у меня до конца 16,5 тысяч почти, и сейчас вышито 60%. Ну, вот, а там всего-то 6 в томатах, а тут 16. Конечно же, все время рука тянется к тем работам, которые поменьше. Так, один цветок. Один цветок это 793 крестика. Ну, да. А все вместе. Значит, наверное, тысяча это была вместе с вазой. Так, а если взять вот все эти элементы, которые я вам перечислила, то это получится 1072. Отлично, отлично. Тогда мы останавливаемся именно на таком варианте. Цветок, вот этот вот ершик, цветочек ершик и маленькая птичка. То есть, за исключением бордюра, который у меня тоже не дошит, как вы видите, в этой части работы, вот верхней. Ну, конечно, за исключением цитаты, которые я пока, ну, не цитаты, выражения, да, пока я так и не решила, что я буду там писать. Но за исключением вот этих двух моментов, часть выше, ну, вот верхняя часть над этой полосатой ленточкой у меня будет вышита полностью. С заданием я справилась. В этот раз, кстати, достаточно быстро. Хотя объяснение, в общем-то, очень простое. У нас дождливая погода стоит, в саду особо не поработаешь. Так что почти все свободное время уделяла вышивке. Я выполнила все необходимые элементы, ну, все, что задумывала, да, цветочек самый большой в вазоне, ершик синенький и птичка. Да, вы помните, еще в прошлый раз с вами все гадали, что это уже такой за профиль необычный у птицы. То ли клюв, то ли червячок, то ли, в общем-то, что-то еще. Но, тем не менее, какая бы ни была птичка, я все выполнила. Крестики в одну ниточку хорошо ровно ложатся, замечательно, с этим проблем никаких нет. Все действительно, несмотря на маленький каунт, выполняется достаточно быстро и просто. 1072 крестика, не помню, я озвучила или нет цифры, но, в общем, ровно столько у меня ушло на выполнение этого задания. Работа продвинулась, я этому, конечно же, несказанно рада. Пока еще, правда, не ушла ниже порогов 15 тысяч. Я себе как-то, знаете, круглыми такими 15, 10, 5 вот жду, когда перешагну этот порог. Но пока еще нет, еще немножко осталось до этой цифры, ой, довышивать. И уже немножко даже стал так прикидывать, что я буду вышивать в следующий раз. У меня вот здесь недостает еще часть бордюра, но, в общем, не знаю, я думала как-то завершить бордюр. Может быть, даже сразу сделать надписи, вот с верхней половиной работы, что называется, рассчитаться. Но сейчас, думаю, может быть, все-таки как-то засесть и за, не знаю, несколько заданий закончить сам бордюр. То есть у меня, получается, по левой стороне он примерно вот здесь заканчивается. Ну и по правой, если я его дотяну, он тоже будет заканчиваться здесь. И, ну, есть у меня такое, с одной стороны, желание полностью рамку завершить. И потом уже, как я люблю, снизу вверх, вот терпеть не могу, вышивать сверху вниз. Это очень неудобно для меня. Хотя, конечно, технически, в общем-то, проблемы никакой не составляет. Вот если у меня хватит усидчивости и терпения вышивать как бы одинаковые элементы, закончить полностью раму, тогда я смогу потом уже идти вот снизу вверх так, как я люблю. Ну, не знаю, это, понимаете, я думаю об этом сейчас. А спустя там какое время у меня появится опять в работе этот процесс, и что я надумаю в следующий раз, уже будет неизвестно. Но пока мысли такие. То есть я как-то вот с этой частью так рассчиталась. И, впрочем, ладно, что мы сейчас с вами будем загадывать, потом он 5-10 раз все переменится. Давайте лучше уже не откладывать дальше и выбирать третье задание. А что делать с этим процессом, мы подумаем потом, когда он мне попадется. Итак, третье задание для этого раунда. Сюжет на Аиде. Сюжет на Аиде. Так, ну давайте смотреть, какой он, наверное, не такой-то большой выбор. Да, собственно, так, где я в кадр попадаю? У меня на Аиде есть Санта. И на А... А, хотела сказать, новый Риолис. Нет, у меня еще старый овен на Аиде. Это пластик, это все равномерка. Так, ну, значит, смотрите. У нас есть старт. У нас есть работа, которая давно не вышивалась, когда я последний раз вышивала. Ой, в ноябре месяце. 10 тысяч до конца, 36% готово. И у меня есть Санта, которому до финиша 3000. Вышивала я его в мае месяце. Но из всех представленных сюжетов... Слушайте, а как же выбрать там? С одной стороны, хочется старт. С другой стороны, есть работа, которую я давным-давно не брала в руки. С третьей стороны, есть работа, которая из задуманных финишей. Помните, мы с вами в планах обсуждали, что у меня было 6 работ, которые обязательно должны в этом году финишировать. Так вот, Санта, это остался последний недоделанный финиш. И вот это... Вы знаете, смотрите, вот что я точно сейчас отложу, это старт. Вот, с одной стороны, я, конечно, очень люблю стартовать. Я бы с большим удовольствием сейчас принялась за новый процесс. Но я в этот раз забыла взять с собой иголки. И у меня есть, конечно, я не без уголок сижу, да. У меня есть их некоторое количество, но не совсем те, к которым я привыкла. Не тот размер, не та длина. И брать процесс, в котором мне нужно, я не знаю, сейчас, наверное, с учетом того, что здесь пойдет снизу корзина, но по оттенкам, наверное, штук 5, а то и 6 иголок. У меня просто нет их такого количества. Одной я вышивать очень не люблю. Могу, могу, приходится. Вот здесь я много чего вышивала одной иголкой. Можно, конечно, из других процессов забрать, но куда тогда девать нитки, которые... Ну, в общем, вы понимаете, да, такие чисто технические моменты. Не совсем мне будет удобно, поэтому старт я все-таки отложу. Я на днях возвращаюсь домой, вернусь уже с полной, это, укомплектованной иголками. Возможно, даже здесь их оставлю на всякий случай, чтобы больше такого не повторилось, да. Но вот, тем не менее, это вот один из пунктов, в связи с которым я этот старт пока временно отложу. И вот сейчас, сейчас я очень... Я очень в таком, значит, не знаю, как... Как выбрать? Что же выбрать? Давайте посмотрим, может быть, на работы. Вот он, овен, у которого у меня, как видите, вот нижние углы я здесь закрыла, да, получается. Да, вот здесь чуть-чуть есть незашитые места, но в основном, конечно, центр. То есть вот это, наверное, оранжевое такое примерно пятно. Сейчас будет в работе травы какие-то, да, оранжево-коричневые. Но пока я все еще нахожусь в крестиках, то есть вот в этой нижней части до воды и до полукреста мне, конечно, еще далеко. И Санта. У Санта тоже, кстати, давно не вышивался. У Санта. Хоть он и ездил. У меня были мысли, что, может быть, я его успею чуть-чуть повышивать у сестры, куда я с собой его брала, да. Здесь, посмотрите, у меня что? А у меня будет, наверное, лицо или фонарь, да. Все. Все вместе. Тоже бы хорошо бы. Что же, ой, что же выбрать, что же выбрать? Как мне быть, как мне быть. Так, ладно, пусть будет Санта. Все, я решилась. Будем стараться вести работу к финишу. Овну, конечно, и вот этому утреннему. Туманное утро. Утренний туман, не помню, что-то с этим связано. До финиша еще далеко, Санте поближе. Финиши я тоже очень сильно люблю. Куда же без них. Ну и, конечно, вот тот факт, что мне бы хотелось с обязательной программой, да, успеть отчитаться, чтобы все уже поскорее было выполнено. Да, да, пусть будет Санта. С третьим заданием я успешно справилась. Вышло 1015 крестиков. И мне кажется, достаточно хорошо так заметно продвижение. Ну, потому что, во-первых, уже полностью в крестиках отшился фонарь, да, то есть появился такой объект такой, появился завершенный. Ну, и, соответственно, стала появляться уже более так явно шапочка у Санты. На самом деле, на самом деле, я когда все вот это вышивала, очень была нацелена на то, чтобы фонарь и место под ним, да, вот эту всю часть, доделать полностью, даже включая бэк. Не знаю, меня почему-то прямо манят так вот эти, там же на превью, стежки такие диагональные, да, собственно, которые вот, смотрите, которые фонарик и превратят такой вот очень, не знаю, прям, мне кажется, что он таким, ну, сказочным, что ли, становится. То есть, понимаете, пока вот это просто крестики, да, где-то коричневые, где-то какие-то желто-белые круги, таки не особо все-таки понятно, что это именно свет. А мне кажется, что вот как только у меня появятся вот эти четкие черные такие грани, то как раз и сразу картинка преобразится, и будет вот видно, что это фонарик, который испускает такой волшебный свет, потому что отсветы и на меховых вот этих манжетах, и на бороде, на одежде у Санта везде, они пока, ну, пока не похожи, что это отсветы, да, пока это просто какие-то желтые пятна, которые, ну, не совсем может быть понятно, к чему они тут есть. Так вот, мне очень хотелось завершить этот фонарик. Я, соответственно, старалась все больше и больше крестиков там вышить, но, вы же знаете, да, моя страсть к вышивке по цветам, она не дает мне спокойно вышить 10 крестиков и припарковать нитку и забыть о ней. Нет, если я вижу, что мне доступны еще этим же цветом где-то крестики, конечно же, я начинаю их вышивать. Ну, вот, например, здесь такой серо-голубой цвет, видите, маленькое совершенно пятнышко, тут, дай бог, 10 крестиков будет, но оказалось, что еще около, там, ста, не помню, с каким-то хвостиком, вот он идет и в манжетах, и в шапочке, здесь в пумпоне, но одним словом, я брала какую-то, как мне казалось, маленькую совершенно, брала цвет, который мне предстояло отшить, ну, там, буквально какое-то небольшое количество крестиков у фонаря, но пока я ему сшивала, значит, везде в остальных местах, у меня набралось уже достаточно много вышитого, да, и, честно говоря, я под конец поняла, что все равно не получится. Не получится у меня сделать фонарь, потому что вот здесь остаются пропуски, их не получится оставить, ну, потому что бэк в любом случае будет задевать, и надо бы отшить полностью, а здесь сбоку уже фон, фон продолжается наверх, но, опять же, начать и бросить это как-то совершенно... Ну, в общем, знаете, как получалось, можно было бы, конечно, если прям очень сильно захотеть и прям доставить себе такую цель, то можно было доделать этот фонарь, но я решила, что это того не стоит, и немножко изменила свою цель, и я хочу в следующий раз уже передвинуть пяльцем. Поэтому моей новой целью, моей новой задачей стало сделать так, чтобы нижняя часть работы я ориентировалась на руку санты, то есть чтобы как минимум вот ниже руки вот здесь уже полностью все было готово. Соответственно, мне понадобилось вышить немного бэкстичи на манжете, недостающие белые такие ворсинки. Веточка у меня уже давно была полностью завершена, и самое главное это снежинки, вот эти французские узелки. Да, я в очередной раз поняла, что, во-первых, они шикарно выглядят, да, вот здесь на превью их нет, на чьем-то вот, не знаю, безымянном отшиве, который я нашла в сети, да, но с ними, конечно, сразу картинка преображается, очень красиво получается, и за счет разного размера они прям, ну, действительно прям верят, что это самый настоящий снежок идет, и смотрится все это просто потрясающе. Поэтому, да, французские узелки, они выглядят шикарно, всегда продают некую изюминку работе, но как же я не люблю их делать, ну, просто вот до невозможности. Обычные французские узелки, да, они уже проблем таких не вызывают, потому что я их заменяю на колониальный узелок, ну, то есть обычный узелок, тот, который мы делаем там в два обвития. Вот, но здесь история была немножко другая, ну, вернее, как другая, здесь мне нужно было сделать два француз, два типа французских узелков, они есть побольше и поменьше. Вот, я, да нет, кстати, хотела сказать, не знаю, видно ли разницу, но, по-моему, все-таки видно, да, видно, что есть, допустим, ну, вот здесь хорошо видно, где они рядышком, да, есть вот крупный узелок, есть три поменьше, там на светлом, может быть, не особо, хотя все равно вот самые крупные узелки, они, наверное, все-таки как-то выглядят, вот, они выглядят побольше, да, чем остальные. Так вот, они должны были вышиваться в пять сложений нити, то есть по количеству обвитий, я так поняла, что это как бы узелки стандартные, но только один берется в две нити, а другой в пять. Но я поняла, что в пять нитей заправлять в иголку, делать ими французские узелки, ну, это как-то вот совершенно не то, чем я хочу заниматься. К тому же французские узелки я всегда делаю иголочкой для бэкстича, которая острая, и у нее ушко, ну, прям совсем-совсем такое тоненькое, вот туда пять ниток, и вообще совершенно никак не хотелось заправлять. Поэтому я все вышивала в две нити, но маленькие узелки я делала в две нити, в два обвития, чтобы они были все-таки так... Ну, в две нити в одно обвитие не люблю. Я делала в два обвития, ну, либо колониальный узелок, да, он, собственно, одно и то же получается. А большие это в две нити в пять обвитий, обви... пять... пять витков, давайте вот так скажем, да, два витка и пять витков. И вот такие разные французские узелки получались. Не с первого раза кое-где пришлось переделывать, и, ну, распарывать французский узелок – это всегда большая проблема, да? Я думала, кто с таким сталкивался, он поймет. Но, тем не менее, самое главное, что я совсем справилась, нижняя часть работы полностью готова. Мне кажется, это примерно треть всех узелков, вот если я так по количеству примерно помню, вы считаете, треть всех узелков, которые на работе будут, у меня уже готова. И да, к следующему разу я постараюсь тоже не забыть, заранее поднять пяльца. По идее, мне, наверное, даже не так уж их сильно придется поднимать, да, совсем немного у меня не умещается. Если вы считаете, Санта и рука, и шапка, да, прям вот ровно-ровно, ой, запуталась, ровно-ровно у меня вот так сейчас стоят пяльцы, то есть остается тут совсем немного, и я думаю, что мне хватит, вот если я вот так вот прям пяльцы подниму. В принципе, может быть, даже не стоило целиться, да, чтобы все было готово именно до руки, но, знаете, лучше больше, чем меньше, в любом случае потом бы мне пригодились уже выполненные эти узелки. Ну и, конечно же, я не хотела, чтобы результат по крестикам был меньше тысячи, потому что я уже знаю, куда я отправлю эти крестики в своей игре с усадьбой. Вот это то, что касается третьего задания. Все мы с вами здесь закончили, поговорили, обсудили, и давайте двигаться дальше. Что же меня ждет в моей игре дальше? Меня ждет телефон, который не хочет никак прогрузить. Нет, так, готово. Читаем. Кубики. Один, три, утренний туман, четыре, шесть ангел. Так, ну давайте, это из новеньких, стареньких, да, из новоприбывших моих работ. Так, ну Санта пусть пока для красоты тоже лежит. Значит, что у нас? Один, да, сначала туман, один, три тумана, четыре, шесть ангел. Так, и кубик. Я опять без коробочки стаканчика, но обойдемся моими ладошками. Какой кубик? Желтенький? Давайте желтенький. Так, желтый кубик я взяла. Ну, выбираем процесс для отшива. Три, утренний туман, отлично. Ему очень давно не доставало моего внимания. С 14 ноября. Последний раз я его вышивала 14 ноября. Десять с половиной тысяч крестиков до финиша. И 36% сейчас готово. Это то, что я смогла прочитать из информации на обороте. Я готовилась, готовилась, а процессы поближе взять забыла. Так, но не беда, я уже все нашла. И давайте сейчас посмотрим, как же у меня все это выглядит. Хотя, подождите, мы с вами недавно же, по-моему, смотрели, да, как раз в предыдущем задании, когда выбирали процесс на Аэзи. Но ничего, давайте посмотрим еще раз. Прекрасная работа. Почему бы на нее не полюбоваться побольше. Так, это все уже не той стороной. Вот. Отлично. Значит, это мой овен. И еще превью. Так, давайте я сама вспомню, что у меня здесь есть. А, ну правильно, мы тоже с вами это обсуждали. Что, скорее всего, я начну работать вот с этой частью, как с самой незашитой. Я, честно говоря, не знаю. Я смотрю, что, судя по отметкам на ткани, я эту работу вышивала на больших нурки, чтобы она у меня входила целиком. Но у меня сейчас, наверное, не будет с собой таких свободных пялец. Впрочем, это не столь важно. Я думаю, что я буду захватывать по большей части левый край работы. Здесь тоже, конечно, есть еще вот незашитое, да, вот здесь. То есть вот сам берег, если его вот так вот отчертить, как бы, да, вот он примерно вот так и идет. Тут еще много, много чего вышивать. Но я все равно, наверное, закреплю пяльцы именно в этой части, сосредоточусь на ней. И, как обычно, по цветам, все, что доступно, да, беру самый нижний незашитый крестик и потихоньку буду вышивать. Ну что, надеюсь на достаточно хорошее продвижение в этой работе. С четвертым заданием я также успешно справилась. Вышила 1173 с половиной крестика. И как же легко они вышивались. Вы знаете, я настолько соскучилась по этой работе. Я поняла это только в процессе, когда села, когда стала вышивать. Поняла, как тут легко и хорошо, и очень приятная схема, как все здорово идет. Ну, прям одно к одному все сложилось. Иголочка летела. И я в полнейшем восторге от того, как провела время с этой вышивкой. Наверное, еще знаете, что нужно учесть? Так удачно подобралась аудиокнижка, которую я слушала во время вышивки. Да, она оказалась настолько для меня интересной, что я, например, вчера там вообще уже до глубокой ночи засиделась. И очень хотелось узнать, чем же там все закончилось. За ночь все равно не узнала. Но, тем не менее, от души навышивалась. Поэтому, да, с заданием я справилась достаточно быстро. Кстати, я тут вспомнила, что очень давно как-то с вами не делилась ничем прочитанным. А последние... Так просто совпало. Последние три книги — это были три новых для меня автора. И вот среди них одно... Ой, это было просто какое-то полнейшее разочарование. Я, честно говоря, не ожидала. Настолько у меня были какие-то мысли и чувства такие. Я, в общем, надеяла, что будет очень интересная какая-то такая мистическая книга. Но, увы, вот от нее хотелось просто в итоге плеваться. А две другие, наоборот, вот совершенно ничего от книжек не ждала. А открыла для себя двух новых авторов, с чьими трудами я еще с огромным удовольствием как-нибудь при случае познакомлюсь. Поэтому, кому интересно, прошу задерживайтесь до конца видео. В конце поговорим с вами о моих новых литературных открытиях. Но, возвращаясь к вышивке... Ой, прекрасно. Это было просто прекрасно. Я, как и собиралась, вот в левой части, в левом нижнем углу этой работы вышивала, заполнила все пропуски. Вот то самое такое, как его сказать-то, достаточно активное, да, вот здесь, ну, заметное, скажем так, в коричневых оттенках пятно, оно тоже вышито. Я также сделала бэкстич. Все травинки, которые мне были пока доступны. Тут их, на самом деле, еще большое количество будет здесь. Вот вам, может быть, сейчас верхний край кажется таким каким-то, ну, рваный такой, незаконченный. Но нет, на самом деле он закончен. То есть, если посмотреть на превью, я вышила все вот эти травинки. Вот все, что в крестиках, у меня уже готово. То есть, дальше вот здесь будет идти вода. Я именно поэтому остановилась, да, никуда выше не пошла, потому что вот это все, это будет уже вода здесь. Что это? Речка, наверное? Речка, прудик, не так ясно. Ну, не важно, да, это явно водоем. И, соответственно, я пока не могу делать, естественно, бэкстич, пока там не сделаны крестики. Так что свое внимание сосредоточила именно на нижней части. Но и то увидела, что за тысячу перевалило. Так что посчитала это вполне недостаточным количеством для того, чтобы учесть, что задание выполнено. Я, к сожалению, увидела ошибку в своем собственном перенаборе. Увидела ее вот уже только сейчас, когда располагалась, все раскладывала, да, раскладывала вещи для съемки. Увидела разницу с превью. Я вам пальцем показывать не буду, но тем не менее я ошиблась в нескольких... В одном цвете бэкстича. В общем, несколько стежков я выполнила не тем цветом. Но я думаю, что это не критично. Как бы травинки, они здесь все зелено-коричневые. Так что и мои вышитые пара-тройка травинок, пусть и не тем цветом, они все равно отлично в пейзаж вписались. И все здесь хорошо. Так что я даже не подумала о том, чтобы обязательно исправлять эту ошибку. Хотя ее исправить достаточно легко. Там просто бэк сверху спороть. Но я посмотрела, зачем. Зачем менять? Как обычно в таких случаях говорю, это значит авторское видение и авторское прочтение. Так что пусть остается все так, как есть. И на данный момент у меня что там получилось? 9,5, ну 9,4 до конца. И 43% работы сейчас готово. На самом деле, как я понимаю, самое основное у меня еще осталось вот здесь в правой части. Вот этот берег, который как бы вдаль туда уходит. Это тоже крест. А вот дальше тут будет, во-первых, ну тут и крест будет, да, в небо это сплошной полукрест. Плюс даже там, где остается крестик, здесь очень большие области с ошибки одним цветом. То есть смотришь на схему, и там прям такие, знаете, поля, поля. Из одной стороны в другую, особенно в небе, да, там из края в край вот так вот ходить длинными рядами. Но, опять же, с хорошим сопровождением, либо книга, либо сериал, я думаю, что это все легко и просто вышлется. А картинка в итоге получается потрясающая. Как всегда, у Омны очень хорошее превью, но чуть-чуть, буквально вот капельку цветопередачи, естественно, она не может быть идеальной, да. Но, тем не менее, вот прямо замечательно, да, что видите на превью, то у вас, в конце концов, и получается в работе. Это замечательно. Вот. Так, с четвертым заданием теперь все. И я приступаю к пятому. Финальное задание для этого игрового раунда. Давайте посмотрим, что меня теперь ждет. Итак, шотландский вереск. Ну да, принудительный старт. Ну, это на самом деле очень здорово, действительно, завершить стартом. Вот он вереск. Так, пусть пока полежит, пока я достаю работу. Завершить стартом эту неделю, это, конечно же, очень здорово. Хотела сказать, и таким образом все из новичков у нас перебывают в работе, но нет, ангел. Ангел остался еще не в работе, но ничего, и его время тоже обязательно придет. Итак, я достаю набор. Я его пока еще не вскрывала. Давайте, наверное, мы с вами прямо вместе сейчас это и сделаем. Я помню, что у Риолис совершенно невозможное. Вот здесь вот, в общем, клей его невозможно абсолютно спокойно отклеить. Там все, я один раз попыталась это сделать. Нет, антивандальная прямо система, вскрыть аккуратно невозможно. Поэтому давайте воспользуемся ножницами. Быстренько избавимся от всего шуршащего и блестящего. Оп, так, подождите, а мы с вами еще не помещаемся. Не помещаемся, не помещаемся. Ну, вот так, немножко, немножко сбоку. Итак, шотландский березг. Что мы здесь видим с вами на обложке, как всегда, да? Крест, полукрест, стежок. Ну, это, наверное, имеется в виду бэк. Хотя я вот здесь уже вижу лейзи-дейзи, которые есть. Размер 25 на 25 сантиметров. Вышивка шерстью. Да, это все, что нам может рассказать обложка. Ну, и здесь, конечно, интересно, кстати, что тут нет лаванды. Логичнее было бы все три работы из этой серии. Да, рапс, ромашки и лаванда. Но гортензии тоже очень и очень красивы. Смотрю сейчас сама на набор. Да, нужно посмотреть на отшиву. Может быть, может прикупить. Ну, ладно, гортензии не пионы. Я их, конечно, тоже очень люблю. Но вот это с пионами работает такая, знаете, что если на дизайне вышивальном есть пионы, обязательно я его когда-нибудь куплю. С гортензиями такое не работает. Но, тем не менее, работа сама по себе. Вот этот дизайн очень красивый. Итак, в набор входит цветная схема, канвальниная 14, нитки шерсть, акрил, 26 цветов и иголка. Ну, собственно, все. Все, что здесь у нас может быть интересного. Дальше схема. Ну, схему я уже нашла перенабор, поэтому, в принципе, ей не пользуюсь. Но для тех, кто любит вышивать с бумаги, она достаточно крупная, светосимвольная. С одной стороны, да, внутри здесь ничего нет. То есть, какой у нас тут на формате А2, вышивать, в принципе, нормально. Не бликует ничего. Дальше номер упаковщика. И вот она, основа. Так, основа и нитки. Ладно, нитки давайте пока отложим. Основа та самая Аида. Я ее очень люблю. У меня она очень так, иголочка. Сейчас сразу, чтобы мы ее... Чтобы я ее не потеряла и никуда она не воткнулась. Так, дубль два. Итак, основа, которую я очень и очень люблю. Вышивала на ней пугало. Заменять, естественно, не собираюсь. Но сейчас нам с вами предстоит решить. Хотя, наверное, я так и сделаю. Значит, смотрите, что в этой основе есть такого интересного. Ну, не то, чтобы интересного, но тем не менее. Я об этом узнала. Не узнала, обратила на это внимание. После поста, вот совершенно не помню где, не вспомню, в каком-то сообществе, вышивальщица девушка сокрушалась, что не заметила следующий момент. На основе есть такие вот штрихи темненькие, видите? Ну, то есть нитки неравномерные. И эти штрихи, они имеют направленность. То есть вы, если располагаете, можете расположить основу вот так. И стежки будут, ну, не стежки, как их назвать, вот эти вот отметины, да, черточки. Вот, черточки. Они будут горизонтальны. Ну, соответственно, если вы вот так вот развернете основу, они будут вертикальны. Работа квадратная, основа тоже квадратная, поэтому крути-вертик, как хочешь. То есть, да, здесь вот кто как расположит, так оно и будет. Никаких указаний для этого специальных нет. И вот девушка как раз немножко обожглась на том, что я не помню, там, ну, одним словом, какие-то, допустим, пару работ она вышла в одном направлении, а третью работу вышла в другом, и только потом, там, чуть ли не при оформлении уже это заметила. Или она собиралась, наоборот, она две работы вышла на разных, в разном направлении, а третью собиралась вышивать, и теперь вот там спрашивала совета, как же ей расположить основу, что сделать. И я не помню детали, но я очень хорошо помню, что тогда вот это заметила. Думаю, угу, когда я приступлю к вышивке этих работ, обязательно не забыть обратить внимание на направление этих черточек. И вот если смотреть на превью, мне кажется, должно быть вам видно. Ну, то есть, если не обращать на это внимание, вообще незаметно, но если присмотреться, здесь черточки горизонтальные. Я, честно говоря, не помню. Ах, я как-то не подумала подготовиться. А хотя нет, смотрите, мы здесь с вами тоже можем разглядеть. Видно, их видно, что и вот в этой работе они горизонтальны. Я хотела сказать, что я не помню в тех наборах. И здесь тоже вот они в ромашках горизонтальные. Рапса у меня нет, лаванды, соответственно, под рукой тоже нет. Посмотреть некуда, но мне понравилось, как вот это выглядит. И я решила, ну, в принципе, оно вертикально тоже будет хорошо, да, лишь бы одинаково на всех работах, если вы вышиваете их в серии. Но я решила придерживаться вот именно такого изображения, которое есть на превью. То есть я буду располагать эту основу с горизонтальными черточками. Так, это то, что про основу и ниточки. Вот они, нитки замечательные, прекрасные, шикарные. Красота. Что тут еще можно сказать? Я очень люблю вышивку шерсти. Мне приятно, мне хорошо, удобно и комфортно. И в жару, и в холоде. Я просто слышала не раз, что есть вышивальщицы, которые летом ореоли с шерстью не вышивают. Им просто жарко в руках, некомфортно. Но у меня никаких таких особенных отношений с этими нитками нет. Наоборот, мне все очень и очень нравится. И сейчас я открою сагу. И давайте мы там посмотрим, что еще интересного я могу сказать о схеме. Мне даже, знаете, наверное, больше будет интересно сейчас не в саге посмотреть. Здесь вот эти петельки. Не петельки, как правильно сказать. Листочки, лепесточки. Вот эти. Они в саге выполнены как бэкстич, а не как лэйзи дэйзи. Вот я сейчас смотрю на превью. По превью вообще что-то... Нет, по превью все-таки лэйзи дэйзи. Они вот ровненькие, кругленькие. Ну-ка, а на бумажной схеме. Так, судя по тому, что есть схема, как выполняет лэйзи дэйзи. Да, 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 да. Все. Вот видите, все-таки схема в саге это помощница. Никогда нужно не забывать смотреть на оригинальную схему. Да, потому что это не мой перенабор. Это я нашла в сети. И здесь вообще нету лэйзи дэйзи. Тоже не знали, как его изобразить. Я не знаю, просто для чего это было сделано именно полукрестом. О, полукрестом бэкстичем. Но факт остается фактом. Здесь, да, все вот эти петли сделаны бэкстичем. Ну ладно. Это, конечно, вполне возможно... Какое-то влияние оказывает на общее количество стежков. Ну давайте, как всегда, я буду считать так, как вот сага. Посчитает она с бэкстичем. Пусть это будет как бэкстич. Вообще совершенно не важно. Плюс-минус все равно количество, я думаю, от этого сильно не изменится. Но выполнять я, конечно же, буду лэйзи дэйзи. Зачем мне бэкстичем делать такие кривоватые петли. Я даже не знаю, может быть, у меня сейчас получится вам показать. Оно тут, правда, все зеленое на зеленом. Не знаю, насколько будет на камеру. Ну вот. О, мне кажется, видно. Посмотрите все. Знаете, кто-то заморочился вместо того, чтобы сделать... А хотя я знаю, почему, наверное, не захотелось лэйзи дэйзи крутить в разные стороны. Напомните, когда мы с вами обсуждали колыбельную, я же в колыбельной сама рисовала, который из журнала Cross-Titching Country Craft, я сама там рисовала рамочку. И как раз говорила вам, что не стала делать лэйзи дэйзи, потому что это заморочено. То есть, когда много стежков, когда они все должны быть разного размера, в разные стороны, под разным углом, это каждый стежок нужно создавать отдельно. Ну, в общем, это тот еще на самом деле, как бы так повежливо сказать-то. Ну, в общем, это достаточно такой сложный такой момент. В общем, мне тогда морочиться не хотелось, я его просто не сделала. Ну, а тут на самом деле пошли по достаточно такому, по более легкому пути. Это, кстати, мысль. Действительно, можно в перенаборе лэйзи дэйзи просто заменять на бэкстич. Да, хороший, кстати, вариант на будущее. Надо принять его во внимание. Тоже, конечно, не так уж просто, но, тем не менее, гораздо легче, чем рисовать, чем создавать все эти стежки лэйзи дэйзи. Итак, что нам может рассказать сага? Она нам может рассказать общее количество. Девять с половиной. Ну, девять четыреста пятнадцать с половиной, если кому-то нужна точность. Тысяч крестиков, да? Это общее по марафону, ну, то есть так, среднего, среднего размера работы. И на четырнадцатой. Ой, смотрите, а тут мне считают 22 на 23,6, а здесь 25 на 25. Интересно. Ну, на четырнадцатой инде, да, сага говорит, что это будет 22 на 23,6 сантиметров. Ну, посмотрим, кто в итоге окажется прав. В крестиках 122 на 130 крестиков. Ну, да, практически квадратная работа, схема несложная, абсолютно. Есть большие области одним цветом, поодиночек вообще не вижу. Есть группа по два-три крестика, но они все рядом, то есть все равно, да, можно с небольшими там какими-то протяжками уже. Вижу, скорее всего, ошибки в перенаборе, да, это вот к тому, что никогда не забывайте проверять скаченные перенаборы, потому что вот в этом цветке я вижу в перенаборе дыры, просто не хватает крестиков. И вот здесь в этом соцветии тоже есть незаполненные крестики. Но в остальном вроде бы все выглядит достаточно похоже на правду. И посмотрим, что же там в процессе уже, да. Буду выяснять разные тонкости. Ну, начинать, конечно же, я буду снизу, то есть меня ждет какая-то вот нижняя часть корзинки. Удивительно, но у нас опять все время стали появляться две птички. Вот посмотрите, они, ой, одна улетела, вот они прямо вместе сейчас сидели на дереве. Это тресогуски. Все время летают парой, более того, прогоняют даже крупных птиц. Не знаю, сегодня утром видели какую-то птицу, больше дрозда, меньше сороки. Не успели рассмотреть кто и что, но вот эти тресогуски, знаете, прям, ну, действительно, они прогоняли. То есть они летали, летали вокруг, прямо на нее налетали и заставили в итоге с участка у нас улететь. И мы не знаем, может ли это быть такое, что они вновь решили где-то свить гнездышко. Мы вроде бы обсмотрели уже все, что можно, все огромные уголки. Но вот пока, может быть, даже сейчас получится поближе. Боюсь просто ближе подойти, спугнуть. Но вот, смотрите, вроде бы получается. В общем, летают все время. Все время их двое. Очень звонко перекрикиваются, да, переговариваются между собой. Но вот прямо очень-очень интересно. Пока не можем уловить какое-то место, чтобы они куда-то залетали, да, или где-то, где-то у них там, если может быть, гнездо. Не можем найти. Но все время кружат. Вот все время здесь на нескольких деревьях, недалеко от того места, где у них были гнезда, в этом году и в прошлом. Вот кружат, кружат, не знаю. Может быть, им, конечно, просто так понравилось, они здесь у нас теперь живут. Я имею в виду, сами большие птички, взрослые. Но вот прямо и не умолкаю. Вот целыми днями, целыми днями. Но почему-то все время парочка. Я, конечно, по-прежнему не различаю, кто из них мама, кто папа. Но все время двое, все время двое летают. Так что наша такая-то птичья гостиная продолжает, продолжает свою работу. Вот они опять вдвоем уселись на сливу. Первая стартовая тысяча на новом процессе сделана. Но если быть совсем уж точнее, тысяча девятнадцать с половиной крестиков я за это задание выполнила. И уже десять процентов работы готово. Вышивается просто потрясающе. Легко, приятно. Во-первых, я очень люблю шерсть. Это крупный, удобный для вышивки каунт. Схема очень простая. Но опять же, да, говорим про ту часть, которая у меня уже вышита. То есть, собственно, низ корзинки. Ну, я думаю, это очень хорошо, легко все читается. У меня в пяльце получилось, что попало примерно нижнее четверть. Вот так работаю. Но я решила остаться только на корзинке и выше уже не подниматься. Занималась только вот этими зеленовато-коричневыми оттенками. Действительно, легко, просто, приятно. Да, кое-где, вот я одну еще успела заметить ошибку в перенаборе. Да, безусловно, он сделан, ну, я не знаю, наверное, не как перенабор к набору. Да, просто, ну, как-то чаще всего бывает в оттенках ДМС. Но, тем не менее, все-таки хотя бы бленды и солиды там совпадают. Они, как у меня однажды в слонах от панны, было все перепутано. Но все равно я, конечно же, всегда сверяюсь со схемой. Всегда смотрю, какие оттенки нитей. И нашла, помимо вот тех ошибок, помните, сразу мне в глаза бросились пропуски в цветах. Здесь уже я нашла еще одну ошибку. По-моему, кстати, тоже где-то около цветов. Тут что-то вот не тем, ну, каким-то не тем оттенком крестик нужно было сделать. Но, в общем, я успела это все отследить. Действительно, даже по бумажной схеме вышивать было бы легко и просто. Ну, привычка есть привычка, поэтому пусть и с недочетами, но перенабором я все-таки пользуюсь. Но самое главное, что перед тем, как вышивать каждый из цветов, я так хотя бы примерно глазами две схемы сравниваю. Что у меня есть в саге и что у меня есть в бумажном ее варианте. Так что вышивалась действительно просто замечательно. Ну, крестики можем посмотреть поближе, хотя, впрочем, наверное, здесь тоже ничего такого нового я вам не покажу. Конечно, возможно, не столь ровные, как это бывает в нитках мулины, но тоже приятные, пухленькие такие, симпатичные. Очень-очень действительно они мне нравятся. Да, полукрест вот здесь внизу, полукрест, понятно, да, как тень от корзины и как и... Вот вы знаете, я не могу сказать, как и во всех наборах Риолис, не так уж, что много я и вышивала, но в птичках я точно помню, что полукрест, он выполнялся как верхний стежок, да, то есть из левого верхнего угла в правый нижний. Пытаюсь вспомнить, что у меня было в пугало, не помню. Вот совершенно не помню. Одним словом, здесь полукрест тоже должен выполняться вот в таком направлении стежка. Для меня это, конечно, непривычно, необычно, но благо его здесь не так много, я надеюсь, что ошибок не наделаю. Хотя, опять-таки, да, возвращаясь вот к этому, неизвестно, чьего авторство перенабора, там полукрест не в ту сторону сделан. В птичках это точно было сделано для того, чтобы перышки лежали в одном направлении. Для чего это сделано здесь? Да не знаю, я честно говоря, мне кажется, что так, что этак, в любом случае было бы хорошо. Что так тень падает, что так тень, ну, не знаю. Раз уж я это заметила и, ну, в общем-то, успела, да, успела посмотреть схему до того, как начала вышивать, ну, значит, весь полукрест буду делать именно в этом направлении. Ну, а так, еще раз, потрясающе, легко, приятно, замечательно, одно сплошное удовольствие, работа идет быстро. Ну, еще бы, если бы я не отвлекалась на сад, кусты, цветы, заготовки, да, конечно же, сейчас горячая пора. Хвалитесь в комментариях, кто это дело любит, кто что заготавливает. Вот, какие, может быть, у вас есть любимые рецепты вареньев, соленьев. Вот, иногда хочется, конечно, поэкспериментировать, так что, если какие-то прям самые-самые любимые есть и хотите поделиться, я с удовольствием попробую. Вот, жалко, что нельзя, конечно, все закатанные баночки перевести, литры перевести в крестики, да, и добавить это в качестве прогресса. Ну, и ладно, мы будем зато зимой есть и радоваться. Собственно, с пятым заданием мы на этом заканчиваем. Старт набору дан. Первый набор из этой серии. Я уже, кстати, стала раздумывать над тем, а так ли мне нужен рапс. Вышью три, три тоже хорошо. Я в подушке собиралась оформлять, будет ли три подушки, не обязательно же четыре. Но, в любом случае, пусть будет. Купится, купится, не купится, значит, буду вышивать три работы. Вот, и самое главное, что первую из этой серии я уже начала, и начала, по-моему, очень даже замечательный, прекрасный. За что я люблю 14-й каунт? За то, что эту тысячу сразу видно. Это вам не сороковой. Где шьешь, шьешь, а там такой дохленький, точенький цветочек, и думаешь, ну где же тут эту тысячу видать? Сразу, ох, чуть ли не четверть работы. Ну ладно, вру, конечно, не четверть, уже сказала вам, да, всего 10%, но ощутимо. На такие отшивы, на такие приросты смотреть всегда приятно. Ну, а нам с вами пора уже, в общем-то, раунд вышивальной завершать. И сейчас самое время смотреть парад работ и вспоминать, что же у нас с вами было. Было на самом деле очень интересно, получился, знаете, такой круг замкнулся, и первое и пятое задания, это были старты новых процессов. Ну вот давайте вспомним, что у меня было и каковы были мои результаты. Итак, первым заданием я вышивала, стартовала с томатами от Вероник, 1272,5 крестиков. Замечательный старт, Вероник, как всегда, прекрасно, тоже одни сплошные положительные эмоции ее работы вызывают. Вот, дальше, английский сэмплер, продвижение в 1072 крестика, хорошо, потихонечку работа двигается. Хорошо, что она все-таки попадается в работе, да, я про нее не забываю. Дальше, Санта от Dimensions, тоже очень хорошо. Кстати, вот я сейчас смотрю целиком на весь список, у меня прям ровненько, плюс-минус тысячи на всех работах. Вот, Санте досталось 1015 крестиков и хорошо, что нижняя часть работы у меня теперь уже готова полностью. Первые фрузелки накручены, можно будет в следующий раз передвигать пальцы и уже буквально в паре шагов, наверное, я от финиша. Овен утро, 1173 с половиной крестиков, возобновление, да, одного из старых процессов, это тоже очень-очень, конечно, приятно, замечательная работа, я рада, что она продвинулась. И в завершении вереско Триолис, о котором мы с вами только что поговорили, еще один старт этого вышивального раунда, 1019 с половиной крестиков вышито, и я этому очень и очень рада. Ну что, вот такие были у меня продвижения в цифрах, теперь наш с вами настал черед перевести эти крестики в какие-нибудь красивые наклеечки, я думаю, у нас с вами что-нибудь получится обязательно с такими хорошими результатами. В этот раз тоже наклеить, ну и в конце, напоминаю, поговорим с вами немного о книгах. Итак, время подсчитывать крестики, клеить наклейки, я, знаете, в прошлый раз, по-моему, получилось, да, у меня очень большой перерыв между этой игрой, да, потому что, ну, вы помните, мы надолго уезжали, в общем, я очень долго вообще вспоминала, что у меня есть, что мне нужно, что я хотела, не хотела, и подумала тогда, что на самом деле нужно ввести какие-то небольшие такие шпаргалки, чтобы я просто каждый раз, так как сейчас у меня все равно, да, лето, и я достаточно долго вышиваю, долго идут эти вышивальные мои игровые раунды, я, честно, просто забываю, что я там собиралась делать, какие у меня были планы, куда я собиралась тратить крестики, поэтому я себе написала такую шпаргалку и думаю, что буду делать это каждый раз, собственно, что я хотела, да, и на чем я остановилась. В прошлый раз мы с вами начали вот этот гардероб, я выполнила уже, не помню, там что-то на, ну, в общем, учла деревянные крестики, да, вот тут смотрите, красота какая, дерево у меня уже есть, мне сюда необходимы были крестики, которые я могу учесть как ткань, и еще я записала себе, что очень хотела уже начать скотный двор вот с этими вот маленькими птичками, у меня тут есть такие маленькие-маленькие наклейки, целое семейство пернатых, вон они с птенчиками, я бы очень хотела их на скотный двор пристроить, ну, вот давайте именно, помня об этих двух пунктах, мы будем смотреть, что же у меня там получается, так, смотрите, что у нас было, у нас были томаты сэмплер, влезем мы в кадр, влезем, значит, томаты сэмплер, овен, ориолис и дим, вот, то, что у меня было, да, по картинкам, и вы понимаете, что тут у меня пока в основном, ну, в общем, куча, а, подождите, куча растений, когда я вышивала английский сэмплер, я вам наверняка даже прям сказала, что вот точно керамика, мы будем, наконец-то, чашки, которые у меня давным-давно уже есть в игре, а им ничего не достается, а где же, а, смотрите, а как же птички, я-то думала, что у меня и тут птицы, и тут птицы, вот, мол, какой большой выбор, да, но если я английский сэмплер потрачу на керамику, у меня ткань останется только в санте, гардероб тоже хочется наклеить, а что тогда делать с птицами, ни в томатах, ни в овене, ни в этом утреннем пейзаже, да, ни в вереске точно нету птиц, мы не сможем, мы не сможем сделать птичек, так, ладно, давайте померяем, что называется, поступление, все-таки, хоть это не записано у меня в плане, но керамику, которую я так долго ждала, мы с вами сейчас обязательно куда-нибудь учтем, какую мы с вами выберем чашечку, давайте вот эту, она с розочкой, она красивая, пусть это будет первая чашка, и мы в кухне сейчас ее начнем, да, уже он сколько, давным-давно эти чашки приготовлены, а еще, знаете, мне кажется, что мы тут на даче ни разу с вами ничего не делали, как-то я все с собой возила-возила, а сейчас, когда стала раскладывать, как-то не могу пристроиться в плане съемок, ни с этой стороны, ни с этой, как там камеру расположить, так, и что тогда получается, тогда получается, что в чашку, плюс напиток, в керамику, у нас с вами уходит тысяча из английского сэмплера, ну ладно, надо его вышивать в каждый этот самый, английский сэмплер, 1072 крестика, ну да, как раз тысяча и уходит, так, тысяча и уходит, а напитков у нас, напитков нету, так, ладно, давайте по очереди, а то сейчас запутаемся, напитков нету, я имею в виду вообще, в принципе, среди всей у меня есть только еда, вот томаты, а напитков у меня нет, сэмплер мы учли, и давайте теперь все-таки с гардеробом закончим и сделаем Санту, да, где моя прихожая, вот, а, новогодние детки мы с вами учитывали, как дерево, ну и отлично, ткань у нас будет Санта, Санта Дименшинс, сколько здесь, 1015, но тоже 1000 уходит, и отлично, гардероб у нас тогда получается полностью готов, вот и шикарно, мы с вами приклеим тогда уже гардероб, так, ну и что у нас получается, у нас с вами получаются одни растения, птиц мы точно никаких сейчас, так, гардероб откладываем, да, куда-нибудь, вон, гардероб будем клеить, он уже готов, одни растения, так, ну хорошо, хорошо, подождите, одни растения, сейчас я открою скотный двор, я, насколько помню, я уже что-то туда прут, вот, уже два места, в прошлый раз мы запланировали, ну да, я же целилась на этих птичек, а птичкам не повезло, давайте сделаем деревья, у меня здесь есть два маленьких дерева, где-то еще тут было второе, но не важно, пусть пока будет красненькая, как-то убежала, может, осталось в конверте, не осталось, нет, подождите, точно было, ну ладно, я, а, вот, вот оно от меня, ой, это я из кадра убежала, простите, простите, что так, как бы так подвинуться-то, вот, так, вот у меня вот такие два маленьких дерева, вы потом увидите, я нарисовала такой там мини-заборчик, и как раз вот эти малышки, ну потому что, видите, разные наборы, да, вот вам дерево, вот вам чашка, посмотрите на масштаб, да, поэтому я думаю, что такие маленькие деревья, вот к таким вот птичкам, они, в общем-то, замечательно подойдут, тоже, конечно, птички для них великоваты, но тем не менее, пусть эти деревья также у нас будут на скотном дворе, поэтому давайте-ка вот здесь мы начнем, может написать просто растение, потому что какая разница, деревья там, потом цветы какие-нибудь появятся, 6, да, место, ладно, место отступим, будет 6, и поскольку я там делаю полтора, полтора, это здесь, и здесь, значит, я не нарисовала до конца, вот, пусть это будут растения какие-то, по тысяче, это все понятно, на цветочки, там, не знаю, что еще у нас на скотном дворе может появиться, пусть будут растения, растения, так, и вот, допустим, дерево, вот мы с вами в дерево, а что мы в дерево, в дерево есть овин, 1100, пусть будет вереск, вот он 1000, пусть будет вереск, вереск, 1000 крестиков, 0 в остатке, и мы займем с вами одно место, так, одно место, так, может нам тогда тут продолжить, что у нас остается, у нас остается 1200 на томаты, и 1100 овин утро, овин утро, овин утро, давайте, пусть 1200, да побольше, я добавлю сюда для места, да, томаты, 1200, получается, 3200, еще один, но все-таки вдруг там птички будут, в следующий раз, да, то есть, эту мысль о птичках пока мы не отпускаем, и, соответственно, нужно дописать, что нам нужен напиток в чашку, напиток в чашку, так, ну, смотрите, хорошо, подождите, напиток в чашку, у меня все равно нет напитка, вот мы с вами просмотрели уже, да, все, все те фотографии, вот эти мои процессы, но нету, нету, здесь вот в крайнем случае еду можно, всякие вкусняшки, напитка у меня нет, поэтому мне в любом случае придется делать это со штрафом в 50%, то есть, мне нужно набрать 2000 каких-то любых крестиков на то, чтобы в этой чашке был напиток, ну, пожалуйста, давайте вот это вот 1100 мы учтем, возвращаемся тогда обратно, ну, сколько же можно уже с ними ждать, возвращаемся обратно на кухню к чашкам, и в напитке я тогда пишу, овен, да, овен, утро, у меня здесь 1100 крестиков, а мы учитываем только половину, правильно? Правильно, будет 550, 550 крестиков, так, а здесь я что делала? Я делала остатки, значит, 450 крестиков мне еще нужно, и тогда будет готова чашка, ну, действительно, сколько можно ждать напитков у меня даже в ближайших стартах, мне кажется, ничего с напитками такого нет, ну, и прекрасно, и просто прекрасно, все, мы с вами закончили, и сейчас будем клеить в прихожую гардероб птички, ну, извините, птички придется подождать, зато появится дерево, тоже хорошо, так, начин... ой, как бы все-таки пристроиться... так, велосипед, помните, красота, красота, как у печкина, вот она, прихожая, с нежно-зелеными обоями, интересно вам, наверное, боюсь на камере, эти нежно-зеленые разводы вообще не будет видно, я хотела что-нибудь очень нейтральное, опять же, тут, конечно, будет потом вопрос с масштабом, потому что наклейки очень сильно разные, даже все из разных наборов, но, тем не менее... так, а, не примерились только, где поставить-то, ну, давайте как-то вот так, вроде бы не сильно в угол, но и не совсем по центру, вот, у меня будет в прихожей красивый гардероб, начали прихожую, и... вот он, скотный двор, ну, видите, раскрасила только самый уголок, но, опять же, из-за масштаба, здесь будут маленькие такие все наклейки, и посадим сейчас с вами дерево, 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 пусть курочки гуляют по дереву, давайте сюда, за забором как будто, с заборчиком, ну, вот такое дерево, а вот здесь будут мои курочки и петушки гулять. Ну что, все, две наклейки сделаны, значит, в планах у нас на следующий раз, да, опять же, птички, это я себе повторяю, гардероб сделали, остаются птички для скотного двора, а, я эти шпаргалку пишу, и напиток для чашки нужен, напиток для чашки, ну, правда, будем уже собирать, сколько можно ждать у меня, видите, тогда в самом начале. Фонарь Я же хотела все С одного на другое В самом начале мне попались чашки Очень давно они уже лежат И мы с вами никак их не наклеим Это я закончила предыдущую мысль Фонарь У меня же у Санта же елки с палкой У Санта же был фонарь А когда у нас совпадают предметы Можно было бы взять бонус Фонарь Но на фонарь 2000 крестиков Даже если бы я сейчас Санту отправила Сколько у Санты наверное 1000 было Всего 1000 это мне А бонус в 30% Мне бы на фонарь не хватило Кстати смотрите прям Практически один в один Так Слушайте ну тогда Тогда если попадется Санта В следующий раз Ну давайте запишем Не в следующий раз Да как В следующий раз Когда попадется Санта Ну не важно Вы меня поняли В общем обратите внимание На то чтобы У него было столько крестиков Чтобы хватило на фонарь Это же будет здорово Тогда не нужно будет Не отдельно там Не металл Не стекло Ничего собирать А у нас сразу будет фонарь Прекрасно Так Санта От Дим На фонарь И в сарай мы его повесим Замечательные Замечательные планы Так ну что На этом наверное мы Да все что хотели Все сделали На этом с наклейками заканчиваем И перейдем сейчас К обсуждению прочитанного Итак перейдем К обсуждению Моего недавнего Прочитанного И давайте наверное Начнем с той книги Которая к сожалению Вызвала у меня Резко негативные эмоции Я вот даже не знаю На самом деле Насколько Корректно Да Будет какой-то О ней отзыв Оставлять Потому что К сожалению Я смогла осилить Всего лишь Первые 100 страниц Из Ну стандартной Там 500 страничной книги Просто Ой Ну было настолько мерзко Настолько неприятно И противно Что я не смогла Дальше читать Хотя меня конечно Снедает некое Ну не то что Были попытства Но мысль о том Что а вдруг А дальше А может быть там что-то Было лучше Что-то как-то изменилось Но нет Я просто не могу Заставить себя Взять в руки Еще раз эту книжку И продолжить чтение И говорю я сейчас О сборнике Коротких рассказов Под названием Черный телефон Автор этого сборника Джо Хилл Лет наверное 12 назад Я какое-то время Была увлечена Стивеном Кингом Историями В жанре хоррор Мне это нравилось Это Несколько так Будоражило Да мы с вами уже Как-то обсуждали Вообще страшилки Ужасы И я говорила вам Своё мнение О том что Сложно взрослого человека Напугать книгой Это прям Ну в моём понимании Действительно Испугаться в полной мере От прочитанной книжки Это Ну практически Наверное Невозможно Но тем не менее Почувствовать Какую-то знаете Такую атмосферу Которая Вызывает такую Не знаю Такие лёгкие мурашки По коже Но помните Про Лавкрафта Мы с вами Рассказывали Вот это Действительно Да Это то Что Те ужасы Которые Мне читать Интересно Которые Так Несколько Будоражат Фантазию Заставляют о чём-то Таком Интересном Раздумывать И я Почему-то Была В полной Уверенности Что книга Джухила Подарит мне Такие же Совершенно Ну или Похожие Эмоции Но дело в том Что я очень много Отзывов Слышала Про его роман Под названием Коробка в форме Сердца Роман Который Рассказывает О По-моему Рок-музыкант Там был Который Любит Его интересует Всё что связано С духами С призраками И вот он Неким образом Становится Владельцем Костюма Которому Прилагается Призрак Привязан К этому Костюму Призрак И что-то Вот там Дальше Интересное Происходит И вот Почему-то Я решила Что Основываясь Именно на Этом отзыве А я не раз Слышала Хвалебные отзывы О том романе И я почему-то Подумала Что наверное Да Джо Хилл Мне прям нужно С его творчеством Познакомиться Оно вот Всё будет Какое-то Такое Мне Подходящее И уже Буквально Я там была В шаге Покупки Того самого Романа Но увидела Что у него Есть По-моему Два Сборника Рассказов Один из них Это сборник Черный телефон К тому же Я узнала Что раньше Он назывался Призраки 20 века Я подумала Призраки Да Вот это Как раз То что Нужно Такое Ужасы Именно с налетом Мистики Вот там Что-то Будет Такое Прям Да То что Вызовет Такие Мурашки Приятно Бодоражащие По телу И Там Больше Десяти По-моему В этой книге Истории Думаю Отлично Вот как раз Много Маленьких Историй Я со всех сторон Как бы автор Может себя С разных сторон Показать Я значит Это то что нужно Чтобы попробовать Да Потом уже Можно обратиться К длинным романам Плюс я прочитала Предисловие Которое Прям Ну естественно Какое предисловие Может быть написано В книге Да То ли это Журналист То ли Критик Книжный Писал Я не помню Что в общем Весь из себя Такой замечательный Этот сборник Такие прекрасные Рассказы Но увы Единственный рассказ Который там Из тех что я прочитала Я по-моему Осилила Три буквально С половиной Да Три рассказа Четвертый я начала И поняла Что нет Вот из этих рассказов Один единственный Касался действительно Призраков Призрак девушки Появлялся В старом кинотеатре И разговаривал С некоторыми людьми Которые его Ее замечали Вы знаете Рассказано было так Ну как будто Это был просто описан Поход за хлебом В соседний магазин Вот ни капли Не то чтобы ужаса Какого-то просто Душевного трепета Вообще у меня Это не вызвало Остальные истории Очень Какие-то такие Мерзостные Вы понимаете Что я часто Читаю детективы Да Смотрю сериалы Естественно Там есть убийства Там есть трупы Там есть какая-то Ну неприглядная Такая сторона жизни Я к этому Достаточно спокойно Отношусь Но здесь Вот Все что там Было описано Я не хочу сейчас Если честно Вдаваться в подробности Именно сюжетные Там рассказики Они очень короткие То есть На что что расскажешь Сюжет Собственно Весь рассказ Перескажешь Но настолько Там какие-то Физиологические Подробности Они так Описывались У меня Ужасное Такое возникло Ощущение Как будто А вторых Прямо смаковал Когда он Описывал И это не вызывает Ужас Это не вызывает Какую-то дрожь Это вызывает Просто желание Взять и Вымоться Хорошенько Вот Абсолютно Не мое Последний рассказ Который я бросила И не дочитала Он Что-то там С саранчой В названии Смысл в том Что мальчик Начал превращаться В саранчу И опять же Настолько Вот Такие мерзостные Какие-то подробности Непонятно Фантазия Выдумка Не выдумка Не знаю В общем Одним словом К моему огромному сожалению Вот я закрыла книжку А еще так расстроилась Потому что это была Вторая книга Которую я брала В поездку к сестре Я дочитала Там очередной Там Томик Ведьмака И думаю Вот как раз Мне еще Одна книжка С коротенькими историями Значит На две недели отпуска Ну вот Увы Нет Я осталась Потом под конец Без книг Потому что Потому что Нет Увы И я даже не знаю Когда-нибудь Смогу ли я Все-таки Попробовать Ту самую коробку В форме сердца Про которую Мне так рассказывали Ну Нет Нет Абсолютно Автор Наверное К сожалению Не мой Ну или настолько Вот неудачные Какие-то Мерзопакстные Рассказы Мне попались Для первого Знакомства Вот Это все Что я могу вам Рассказать Об этой книжке И давайте уже Перейдем К следующей паре Автора В которых Я могу Вот вам С чистым сердцем Что называется Порекомендовать И сами авторы И истории Мне тоже Очень-очень Понравились Ну во-первых Артура Пересреверта Автор Он по-моему Журналист Увлекается Историей Автор достаточно Большого количества Исторических Приключенческих Авантюрных Романов У него есть Цикл произведений Цикл про Капитана Алатриста И с первым Романом Именно этого цикла Я и познакомилась Осталась В полнейшем Восторге Я слушала Аудиоверсию Сам Капитан Алатриста Это Бывший Военный Который Ныне Вынужден Я не могу Назвать его Наемным убийцей Ну нет Но он Вынужден В общем Выполняется Скажем так Благородный Разбойник Его нанимает Чтобы он Где-то кому-то Может быть Помог Добиться Выплаты Долга Где-то Кому-то Пригрозить Бывали Не очень Благовидные У него Делишки Скажем так Ну вот Так он Своей Шпагой Зарабатывает Себе на жизнь Потому что Благодаря Или как бы Из-за В общем-то Бюрократии Всевозможной Он не получал Выплаты Которые ему Были положены Как отставному Наверное Военному И вот он Вынужден Так зарабатывать Себе на жизнь Ну потому что Других способов У него нет И вроде бы Кажется Такая Какая-то Ну какой-то Неприглядный Такой герой Но нет Несмотря на Все такие Может быть Не совсем Законные Совершаемые Им действия Он Это действительно Как благородный Разбойник Да у него Есть определенный Джентльменский Такой Да Кодекс Которому Следует Очень Немногословен Мы вообще Всю эту историю Узнаем с вами От лица Молодого Мальчика Который При этом Капитане То есть Друг Старинный Друг капитана Отправил своего сына К нему Как бы Ну паш Не паш Ну в общем При нем При рыцарях При рыцарях Были Как их Назвали Там Забыла Как называли Молодых Мальчиков Которые В общем-то Помогали им Да В чем-то Там И как-то Тоже Старались Обучиться Мастерству Ну в общем Этот молодой Паренек Он вот При капитане Что называется Состоит Именно с его слов Мы всю эту историю И узнаем Так вот Капитан Получает Очередной Заказ Можно так Об этом Сказать Но Очень необычный Непонятные Какие-то Таинственные Заказчики В масках Люди По виду Благородного Происхождения Сам заказ Какой-то Странный Нужно вроде бы Просто Припугнуть Неких Путешественников Которые Приезжают В Мадрид И да У нас все действие Происходит в Испании Они приезжают В Мадрид И нужно Как бы Немножко Их так Испугать Организовать Такую видимость Ограбления Пощекотать Им нервишки И вроде бы Все как бы Ничего Но потом Оказывается Что У этого Дела Не один Заказчик А несколько И другой Требует Не только Припугнуть Но и в общем-то Добиться Летального Исхода Для этих Господ В общем Что-то там Такое не совсем Не совсем Понятное С этим заказом Происходит Тем не менее Капитан За него берется И вот Как это все Будет происходить Как он с этим Заказом С этим делом Будет справляться Собственно Вокруг этого всего И вертится Первый роман Они Совершенно Небольшие По-моему Часов пять Всего была Начитка Вот этой вот Первой книги И я когда Дослушала до конца А дальше А дальше Ну а что же там Дальше Очень приятно Очень интересно Слушать Замечательный Легкий слог Там и описание И действия Есть все Диалоги Где-то чуть-чуть Даже посмеяться Но в основном Это конечно же Именно такие Приключения В общем Я в восторге В полнейшем Была в восторге Я увидела Что у азбуки Есть по-моему Двухтомник Из серии Мир приключений Я очень люблю Книги Которые издает Азбук И поэтому Обязательно В домашнюю библиотеку Приобрету Я уверена Что и все остальные Истории этого цикла Я прочитаю Мне очень интересно Знать Что же там Дальше происходило С капитаном И я уверена Дети буквально Чуточку еще Подрастут И ребятам Тоже будет Очень интересно Почитать Я конечно Не могу сказать Что это прямо Добрые детские Приключения Нет Но ничего Там такого страшного Мерзкого Ужасного Нет Действительно Вот история Такого Рыцаря Разбойника От шпаги Очень-очень Интересно С большим удовольствием Буду продолжать Знакомство с этим Автором Вам тоже советую И еще у него Помимо цикла Про Капит По-моему цикл У него мне кажется Только один Но мне кажется Есть еще Может десяток Романов Которые отдельно Да Вообще каждый Роман сам по себе Существует вне цикла Уже не про Капитана Совершенно Про какие-то Что-то есть Про шахматы Связано Что-то Про Фехтовальщика По-моему Да Вот про то Ну в общем Много чего интересного Я прям поставила себе На заметку этого автора Обязательно Буду дальше С ним знакомиться Я надеюсь Остальные работы Его меня тоже Не разочаруют И третья книга Про которую я вам Хочу сказать Она Я вот даже Немножко сейчас Теряюсь Как бы сказать В каком жанре Она написана Это такой жизненный роман Я редко читаю Такие книги Но иногда хочется Отдохнуть от приключений Да Почитать что-то такое Жизненную историю И в данном случае Я выбрала Книгу Шерон Гослинг Новый для меня автор Называется Она Домик под скалой Прекрасная Очень теплая Очень душевная История Действительно Просто История из жизни Девушку зовут Анна Она Ну знаете Как это бывает У книжных героев Довольно часто Решает Начать жизнь С чистого листа Не очень там Сложилась В В отношениях Да С ее возлюбленным Она повар Сама Вот это еще один момент Который меня сразу В книге привлек Мы тоже с вами Обсуждали тот момент Что я очень люблю Когда в книгах Каким-либо образом Затрагивается Тема еды Да Еда Продукты Готовят Или продают Или какие-то рынки Описываются Не важно То есть еда В любом виде Если она в книге Присутствует Это прямо сразу Плюс баллы К моему Отзыву Да К моей оценке И вот здесь Анна повар Конечно же Это отражается На повествовании Естественно Она готовит Это там Определенные И продукты Она выбирает И само приготовление Есть Не так много По мне Так можно было Побольше Потому что я очень люблю Такие моменты Но они в книге В разумных таких пределах Присутствуют То есть если вы не любите Не бойтесь Это не сборник рецептов Там не какая-то Кулинарная книга Нет Это именно Жизненная история Как она Расставшись В общем-то Со своим возлюбленным Решает Начать все Сначала И перебирается В маленькую Такую Деревушку Деревушка Называется Криви И насколько я поняла По послесловию Которое дает автор Это реально Существующая Деревушка Где-то в Шотландии Небольшая Рыбацкая И она там Покупает Маленький Заброшенный Домик Ну Не такой уж Как бы заброшенный Но тем не менее Да Приезжает в этот домик И вот пытается Наладить Там свою жизнь Начать с нуля Вообще Определиться Что ей от этой жизни Хочется Куда ей дальше Двигаться Куда идти Замечательная история Она Она действительно Про жизнь Вот просто Про жизнь Про людей Которые С которыми Анна знакомится В этом криве Про ее Знакомых Да С которыми Она была знакома Раньше Про взаимоотношения Такие Человеческие Что мне Очень понравилось История Не ванильно-розовая Там нету Вот этого Мимими Сплошного Нету Каких-то там Ахов Охов Сдохов Разные события Случаются В жизни Анны Но Даже те Которые Сложно Сказать Приятными Да Они все равно Книга Очень Очень Добрая Очень Легкая И Там нету Трагизма Там нет Какого-то Надрыва Там нет Глубоко Философских Каких-то Таких Знаете Замудренных Книга Не тяжелая Я тоже Вам по-моему Как-то Рассказывала У меня есть Такая Определенная Градация Которая Называется Я бы Дала Почитать Маме Вот это Обязательно Книга Я тоже Слушала В аудиоварианте Моя мама Не слушает Аудиокниги Я постараюсь Найти ее В бумаге И ей Презентовать Это та Книга С которой Можно Отдохнуть Хорошо Привести Время При этом Это не Пустышка Такая Знаете Которую Прочитали И выкинули И забыли Нет Действительно Герои Хорошо Прописаны Ей Анне Это и Сопереживаешь Очень Интересно Знать Что же Там Дальше Да Не сказать Что там Прям Ох Какие Приключения За каждым Углом И сюжетным Поворотом Вас ждут Но Действительно Описание Ее Жизни В этой Деревушке И вообще Всего того Как повернулась Ее жизнь Что она Смогла Сделать Что получилось Что не очень В общем Это очень И очень Интересно Поэтому Если вы ждете Такое Легкое Приятное Доброе При этом Неслащавое Чтение Какую-то Такую Хорошую Добрую Жизненную Историю Я вам Очень-очень Советую По-моему У Шерен Есть по крайней мере Еще одна Книга Я видела Мне казалось Там что-то Про библиотеку Не помню Но Если она мне попадется Искать специально Как вот Про предыдущего Про Капитана Алатриста Это 100% Это одна из Следующих Возможных Книжных Покупок Обязательно Я его К себе На книжную полку В книжный шкаф Поставлю А что касается Шерен Я не буду Специально искать Ее книгу Просто это Действительно Тот жанр Которому я Очень редко Обращаюсь Но Если вдруг У меня она Как-то в руках Окажется Я с удовольствием С ее книгами Еще буду Знакомиться Мне кажется Что они все Должны быть Такие вот Добрые Но я не могу Служить Жизнеутверждающие Возможно Но знаете Там вот Нету Эта книга Действительно Просто Про жизнь Про жизнь Вот одного Конкретного Человека Тех Кто ее окружает Как получилось Что получилось Там нет Такого Что у вас Книга Пытается Куда-то Продвинуть Какие-то Вам там Не знаю Мотивационные Идеи Или мысли Которые вы Жизненные Должны Осмыслить Нет Ничего Такого Действительно Добрая Хорошая Жизненная Житейская Такая История Вот Это все Что я хотела Рассказать Вам про свое Недавнее Прочитанное Делитесь Тоже в комментариях У кого что было Интересненького Или Если кто-то Из вас С этими Авторами С этими Произведениями Возможно Сталкивались Уже И вам Тоже Хочется Что-то Рассказать Обязательно Пишите Я с большим Удовольствием Почитаю Ну а сейчас На этом Я буду с вами Прощаться Большое вам Спасибо за внимание И жду вас В следующем Видео